Добрый день. Я Филипп Тарчинский. Плохо видно, да? Ну, тогда, может быть, мы не будем это делать. В любом случае, ближе к концу. Меня зовут Филипп Тарчинский, работаю в компании JetBrains и занимаюсь тем, что испытываю разные наши технологии и продукты, потом результаты испытаний рассказываю широкой публике, то есть всем, кто приходит на конференции и встречи с нами. Ну и прежде Филипп продолжит, я, прошу прощения, основу перебиваю. Ребята, по традиции, наши сикони, нашим дорогим спикерам, поэтому, пожалуйста, знак благодарности за то, то, что вы вносите в наши темные пензенские массы. Ну, это шутка, конечно. Вот. Луч света. На самом деле, действительно, мы благодарны за то, что такие люди приезжают к нам в Пензу, делятся с нами своим опытом, своим временем, своими эмоциями. Это очень ценно, полезно. Я надеюсь, для вас после этого выступления станет еще более полезным. Поэтому, Филипп, большое спасибо. Это чистый хэнмэй, в России больше нигде нет, только собирается у нас. Спасибо большое. Руками наших пензенских девушек. Большое спасибо. Спасибо большое. Кстати, к вопросу о лучах света. Вчера наш самолет садился в полном отсутствии лучей света, поскольку был поздний вечер, и я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что мы садимся во что-то белое. Странно подумал я, вроде как весна же уже, вот оказалось, что есть еще места в России, где сохранился снег. Было очень приятно, а сегодня он так красиво и скрылся на солнышке. Спасибо большое. Я, правда, очень поврещен. Таких замечательных сихоней я даже до сегодняшнего дня не видел, ни то, что не держал в руках. Вот я начну с того, что мы немножко задержались с стартом. Прошу прощения, что так получилось. У нас небольшие технические тонкости, состоящие в том, что я рассчитывал показать вживую, как происходит работа с нашими программами. И, в частности, обещал даже в Твиттере, что у нас будет живое программирование здесь. Я его обязательно покажу. Но, возможно, уже в самом конце и не под камеру, потому что оказалось, что техническая система здесь предполагает, что можно показывать презентацию только с местного ноутбука, ну, с местного компьютера. А на нем, соответственно, U-трека нет, и в Workflow Editor тоже не установлен. Поэтому вначале у нас будет больше теории, а в конце, если у нас останется желание к этому моменту, я смогу показать всем это каким-либо способом. Либо мы ее в камеру приспособим, либо, может быть, просто здесь в кулуарах. Там есть прекрасные кулуары со стаканчиками. Можно будет посмотреть, как это все работает вживую. Прежде всего, я, наверное, не ошибусь и скажу, что все присутствующие с какими-то бактериками дело имели. Есть ли кто-нибудь, кто ни разу в жизни не работал с бактрекером? О, есть. Отлично. Признавайтесь смелее. Это же хорошо, да? Если есть люди, которые услышат что-то совсем новое для себя. Есть ли кто-то, кто... Я тут полагаю, что рук должно быть больше подняты. Кто-то, кто работает с Jira прямо сейчас. Ну, в смысле, в этот период времени. Отлично. Супер. Тут тоже не 100%, но явно есть. А может быть, есть кто-то, кто уже работает с U-треком? Работал. Я с надеждой посмотрел в эту сторону залов, как здесь было мало рук раньше. Хорошо. Стало быть, первый вопрос, который приходит в голову, когда мы говорим о управлении проектами и вообще о работе с бактерикерами. А зачем вообще нужен бактерикер? Те, кто работают с Jira, наверняка чувствуют, зачем. Вот те, кто руку не поднимал, совсем ни разу, наверное, не чувствуют. Значит, как мы используем бактерикер? Примерно так же вы используют все компании в мире. Так вы используете JetBrains. Прежде всего, это инструмент общения с нашими пользователями. Потому что для того, чтобы эффективно работать, чтобы понимать, что пользователям нужно, нам недостаточно придумывать это самим. Нам нужно, чтобы люди нам говорили, чего им не хватает. Что им нужно в наших продуктах нового, что они хотят улучшить в старом и так далее. И это очень эффективный способ, потому что реально у нас сейчас в нашем трекере зарегистрировано порядка 50 тысяч человек, это, разумеется, в основном не наши сотрудники, которых у нас значительно меньше, а в основном наши пользователи. И количество тикетов в трекере порядка 600 тысяч. Разумеется, многие из них сгенерированы автоматически системами репортинга, но многие поданы живыми людьми. Какие-то из них уже, разумеется, закрыты. То есть не то, что у нас 600 тысяч накопившихся тикетов, которые мы еще никак не обработали. Я думаю, что давали еще большинство закрыты, конечно. Вот. Второй момент, который важен при работе с багтрекером, это то, что он позволяет организовать работу команды. Кто из вас работает в командах, где больше двух человек? Вау, отлично! Я тоже. Нас примерно 400 в G-Drain. Так вот, в такой команде, понятное дело, нужна какая-то координация, чтобы люди понимали, кто чем занимается, кто берет на себя какие-то новые ответственности, и чем занимаются каждый из ребят в команде в каждый момент времени. Для этого тоже используется багтрекер. Ну, по крайней мере, у нас он для этого используется. И, в-третьих, важно понимать, что вообще происходит. Например, в любом багтрекере есть возможность планирования. Например, вы можете указать в тикете, какому моменту, какому номеру билда, какой дате и так далее вы собираетесь этот тикет закрыть. То есть, когда вы собираетесь задачу решить. И это позволяет менеджеру, да и, собственно, разработчикам самим понимать, к какому моменту что-то будет сделано на самом деле. Кстати, сделано на самом деле, и поле дедлайн, разумеется, не все равно совпадает, но некоторое представление о том, когда нужно сделать, оно дает. Для тех, кто совсем не имел дела с багтрекером, я поясню, что существуют, на самом деле, синонимы. Багтрекер, Ишьютрекер, как их еще называют, система выработки заявок, наверное, по-русски лучше всего сказать так. Это класс продуктов, которые позволяют работать с заявками. Заявка – это очень широкое понятие. Я предпочитаю говорить тикет, мои коллеги, которые пишут Ютрек, они называют их от слова Ишью, называют Ишуй. У нас много Ишуев сегодня. И нужно это в любом проекте. То есть характерным примером того, что это нужно вообще для любого проекта и может быть использован бактрекер в любом проекте, является опыт, например, Калининского района Санкт-Петербурга, где Ютрек, правда, с несколько иным фронт-эндом, чем вы сегодня увидите, но все-таки используется в качестве системы приема заявок на ремонт всяких объектов ЖКХ. Протекающие крыши, сломавшиеся унитазы, авария на улице, выливается холодная вода из трубы и так далее. Вот для этого всего сейчас уже в этот момент в одном из районов Петербурга используется Ютрек, но, правда, к нему написан еще некий фронт-энд, который, ну, просто сайт отдельный, который общается через REST API с Ютреком. Отдельный сайт понадобился, потому что Ютрек изначально был заточен под разработку программ, и с ним легко работать с разработчиком. Ну, мы же сами разработчики, мы сами для себя написали в свое время, когда решили, что хватит работать на Jira, тогда была третья Jira, она мне очень нравилась, написали свой Ишью Трекер, чтобы было удобнее работать, но мы писали для себя. Естественно, разработчик и водопроводчик, они имеют несколько разный опыт общения с техническими средствами, на iPhone он совсем не похож, и на Android, поэтому пришлось написать отдельный интерфейс. Это делали не мы, это делала другая компания, но просто Ютрек используется в качестве такого удобного бэкэнда. Почему, собственно, Ютрек? Почему я пришел рассказать здесь о Ютреке? Не только потому, что я работаю в JetBrains, я, собственно, с Ютреком познакомился задолго до того, как я пришел в JetBrains на работу. Ютрек – это очень удобный по сравнению с многими другими бактрекерами продукт. Когда я работал в SunMicroSystems, у нас был замечательный Ишью Трекер, он назывался Baxter. Это был внутренний продукт, я думаю, что сейчас он уже нигде не существует, по-моему, Oracle, когда купил Sun в результате, дропнул поддержку этого бакстера. Но, может быть, где-то его остатки сохранились в глубинах Oracle. Но, в общем, продукт был всем хорошим, был тоже написан на Java. Он имел, соответственно, интерфейс, который выглядел не очень здорово, это были еще давние времена, а тогда все, что писалось на Java, имело еще менее симпатичный интерфейс, чем сейчас. Среди присутствующих есть Java-разработчики? Я просто видел мало улыбок в этот момент, поэтому подумал, что надо же, наверное, вы не пробовали писать графические интерфейсы на Java активно. Да. Ну вот, в то время, причем я использовал в Солярисе, я как раз занимался взаимодействием с ребятами, которые разрабатывали гидросолярис, и, соответственно, баги туда пустил для них. В Солярисе это выглядело замечательно нативно. По сравнению с тем, что большинство людей привыкло сейчас видеть в Макосе, в принципе, не такая давняя история, был 2007-2010 год, выглядело не очень, но это было не самое страшное, потому что для разработчика красота интерфейса не самая главная. Главное, чтобы им было удобно пользоваться, что можно было делать быстро. Так вот, я был поражен, когда мне требовалось заполнить, по-моему, 14 полей на каждый тикет. Я продолжаю называть словом тикет, потому что я так привык, но вы можете по-моему, называть это заявкой или ишем, или ишуем. Значит, 14 полей, а некоторые сходы выставляли собой в выпадающие списки 150 элементов. С точки зрения юзабилита было не очень круто, но другого ничего не было, поэтому им пользовались. Отчасти проклинаю, замечательный инструмент. Когда я увидел U-трек, я был очень впечатлен, потому что в U-треке все делается очень быстро. Одно из главных застойностей U-трека, что он кейборд-центрик, то есть можно все сделать без мыши. Я сам, на самом деле, не очень много разрабатываю, то есть я пишу код, но не то, что я это делаю круглосуточно, как многие разработчики. И поэтому я не всегда чувствую, что это очень важно, что он кейборд-центрик, потому что я могу в U-треке пользоваться мышью, если мне это удобно. А для групповых операций, когда я хочу выбрать в списке много разных тикетов, и, допустим, их все засайнить на кого-то, тогда я пользуюсь в системе клавиатурой просто быстрее. Но есть люди, которые, в принципе, мышь не используют с ишеверекерами, и вот они очень U-треку радуются, поскольку он один такой. Все остальные мыши в том или ином виде требуют. Кроме этого, U-трек на самом деле очень гибкий, и можно в нем все, что угодно настроить. Что я имею в виду? Представьте себе, что вам нужно сделать проект, который совершенно имеет ничего общего с софтером инжинирингом. Ну, проект, допустим, по приему заявок на ЖКХ. И у вас там будут какие-то свои поля и свои какие-то субъекты, которым вы будете назначать работу. У вас там будут какие-то категории, совершенно незнакомые разработчикам программного обеспечения в их профессиональной деятельности, типа там водопроводчик, дворник, аварийная бригада. И все это нужно как-то вложить в мозг из U-трекера. Вот в U-треке вы можете это сделать, потому что он позволяет кастомизировать как угодно ваш проект, ввести для каждого тикета свои собственные поля, которых никогда раньше не было, свои собственные значения этих полей, и заставить U-трек выглядеть совершенно иначе. Но единственное, что у него вот юзер-энтерфейс, он примерно такой, как он есть изначально, для того, чтобы писать другие фронтенды, к нему существует STPI. И он прямо из коробки, как говорится, то есть сразу после установки, интегрирован много с чем. С чем он интегрирован? Он интегрирован с почтой, то есть он может сам работать с почтовыми серебрами и может забирать почту из ящиков. Для чего это нужно? Представьте себе, что вы работаете с такими людьми, которым почему-то удобно посылать e-mail. Конечно, большинство людей, если они пользуются ВКонтакт, они давят больше e-mail. И есть даже университеты целые, где преподаватели и студенты взаимодействуют исключительно через ВКонтакт. Я был очень удивлен, когда, например, в Казанском университете мне показали, что на этой кафедре преподаватели и студенты общаются только ВКонтакте. Все задания идут через ВКонтакт, весь прием от заданий обратно идет через ВКонтакт, все анонсы идут через ВКонтакт. А сайт университета существует просто для того, чтобы он был. Полагается, миссайд-университета, вот он есть. Но никакой информации на нем студенты и преподаватели не используют сами. Но кое-где все-таки e-mail используется. И вот в этих местах удобно заставить U-Track вытаскивать из почтового ящика e-mail, и каждый e-mail превращается в пишу, в тикет. При этом, в зависимости от того, что написано в Subject, например, U-Track можно научить распознавать слова конкретные. Написано там слово «водопровод». Это нужно сразу назначить менеджеру по водопроводу. А написано слово «компьютерная сеть», нужно назначить сис-админом. Это все делается автоматически, и для этого существует механизм, который называется workflow. Про него я чуть-чуть позже расскажу больше, и, надеюсь, даже успею показать. U-Track локализован на несколько языков. Раньше он был только английский. У нас наш U-Track, которым пользуемся мы сами, он, в смысле, наш экземпляр U-Track, и пользуются наши пользователи. Это англоязычный U-Track, потому что мы работаем со всем миром, и важно, чтобы весь мир имел одинаковое представление о тикетах, которые у нас в базе есть. Чтобы нам об одном и том же не рассказывали на японском, французском, португальском и испанском языке. Поэтому у нас полагается в U-Track писать все сообщения о проблемах по-английски. Соответственно, все ответы тоже будут по-английски. Но чисто технически U-Track, разумеется, принимает экстричь на любом языке все, что поддерживает U-Track. А интерфейс U-Track переведен на 5 языков. Английский, французский, испанский, немецкий и русский. Задумался на темно. Да, довольно давно, еще осенью, в пятом U-Track версии 5.0 он уже был. В четверке еще не было. Да, то есть локализация пришла в пятый U-Track. И, кроме этого, в U-Track есть встроенная JL-доска, что довольно удобно. Ее, пожалуй, показать без ноутбука у меня не очень получится. Но если мы по-другому все-таки как-нибудь покажем, то покажу. Почему я отдельно говорю, что это встроенная JL-доска? Потому что самый популярный продукт на рынке бактрекеров это Jira. Но к Jira JL-доска прилагается отдельно. То есть она не встроена в Jira, это нужно отдельно купить с GreenHack. Соответственно, там это чуть-чуть по-другому устроено. Разумеется, U-Track интегрирован с теми продуктами, с которыми логично интегрировать в линейке, которую делает Jbrains, то есть и с IDE, из которой можно ему отправлять команды через commit-месседжи, и с continuous integration серверами, из которых, соответственно, U-Track может забирать информацию об успешности или неуспешности сборки билда. Нет ли у вас вопроса, а зачем багтрекеру узнать, успешно ли собран какой-то билд? А есть ли кто-нибудь, кто о этом задумался случайно? А есть, на самом деле, еще один вариант. Например, когда у вас успешно прошла какая-то сборка, и известно, какие баги были пофикшены. Например, через commit-месседж можете сообщить, что какие-то баги пофикшены. Да, можно релизно сгонять, а можно заниматься автоматическим закрытием тикетов. Совершенно верно. Вот как раз автоматическое закрытие интегрировано у нас из коробки. То есть это будет происходить автоматически, там довольно легко это настроить. Нужно просто указать U-Track'у, на каком сервере TeamCity нужно брать информацию по какому проекту. Значит, с нашим Continuous Integration да, с другими это тоже можно делать, потому что и у TeamCity, и у U-Track'а есть REST API, который открыт, разумеется, можно пользоваться, и по нему даже довольно хорошая документация. Что надо отметить, многие наши пользователи говорят не про все наши продукты. Но вот с API на U-Track и на TeamCity вроде бы все довольно прилично, никто не желается. Мне, по крайней мере. Теперь следующий важный момент. Как это в принципе штука устроена. Есть некий веб-сайт, который выглядит как U-Track, называется U-Track, и что у него значит там внутри. U-Track — это Java-приложение, которое на самом деле написано не на Java, оно просто скомпилировано в байт-код, написано на специальном DSL, который был для этого сгенерирован. Когда U-Track писали, решили, что у нас тут есть удобное средство под названием MPS, которое позволяет генерировать DSL и IDE для них, и сделаем-ка мы на этой штуковине Backtracker сделали. Там на самом деле было сделано даже несколько DSL, один для VEVA, один для базы данных, потому что внутри U-Track есть еще своя собственная база данных. В какой-то момент использовался BerkeleyDB, но там по лицензионным соображениям решили от этого отказаться, и теперь внутри U-Track своя собственная K-value-Payer база данных, от которой удалось добиться довольно приличной производительности. То есть, например, и при этом при не слишком страшном ужирании ресурсов. Например, вот наш боевой U-Track, на котором, как я уже говорил, порядка 50 тысяч зарегистрированных пользователей и 600 тысяч тикетов, умещается примерно в 16 гигабайт. Виртуалка, она, конечно, больше поставлена, но объем вполне приемлемый и работает достаточно быстро обычно. Вот. Ну, опять же, а? А так вот, я же говорю, что порядка 16 гигабайт это оперативка. Да, разумеется, на диске она, честно говоря, я даже не знаю, сколько занимает. Ну, просто диск уже так все давно перестали считать, что как бы там сколько-то есть. Ну, дело в том, что там, наверное, больше, потому что у нас U-Track широко используется для внутренних проектов, например, для дизайнеров. А понятное дело, что вот если мы хотим сделать какой-нибудь плакатик, то там в соответствующий тикет привешивают аттачментом, ну, допустим, десяток разных вариантов плакатика, каждый из которых весит по 10 мегабайт, а таких тикетов много, поэтому там может набраться довольно быстро нескольких гигабайтов на простых заданиях. Вот. Теперь еще одна вещь про U-Track. U-Track содержит в себе механизм workflow. Там дальше, на самом деле, есть и первые пять пунктов особенностей U-Track, просто это тот, о котором я рассчитывал сегодня говорить больше всего. И как раз про это я ожидал рассказать разработчикам, которые пришли посмотреть на живой код. Живого кода будет не очень много по техническим причинам, но, может быть, в конце доклада мы все-таки его раздобудем. Значит, workflow в любом бактреке, естественно, есть. Ну, потому что workflow по первому смыслу этого термина вообще, это некий бизнес-процесс. То есть, как происходит работа в компании, в команде. И изначально, так, реализовано в Багзилле, в Джире, просто выставляется какой-то статус тикета новому, например, там, submitted. То есть, нам сообщили о проблеме. Есть какая-то проблема или feature request. Дальше с этой проблемой или feature request что-то должно происходить? Он должен превратиться, перейти в состояние, например, open. Это значит, что какой-то человек уже посмотрел на него из команды и принял решение, что мы не будем его тут же закрывать, мы не будем ничего нового требовать, мы поняли, в чем проблема и собираемся ее решить. Когда проблему начинают решать, то есть, тикет назначается конкретному человеку, он начинает этим заниматься, состояние тикета становится in progress. То есть, задачу начали решить. Потом, когда ее решили, в зависимости от политики в команде, это может быть либо сразу fixed, либо, может быть, в начале нужно это передать в работу кому-то, need to verify, потом в состояние verified, потом fixed, то есть, конкретно это сделано действительно зависит от конкретной команды. Но так или иначе, наш тикет постоянно меняет состояние. Мы можем себе представить это как некий конечный автомат с правилами перехода из состояния в состояние. И как раз программирование workflow в большинстве бэктрекеров этого и состоит. Вы определяете правила, по которым можно перейти из состояния в состояние. Разумеется, в U-Track это тоже можно сделать. Но кроме этого, в U-Track можно сделать еще массу всего. В U-Track вы можете действительно программировать на придуманном нашими ребятами довольно простеньком языке программирования, таком слегка C-подобном, программировать workflow. Не только как переходить из состояния в состояние, но и что делать в определенных случаях. Существует три вида правил workflow. State Machine это правила, связанные с переходом из состояния в состояние. Про них мы не будем особенно много говорить. Stateless это те правила, которые срабатывают независимо от состояния, но в зависимости от неких условий. Собственно, условия по большому счету обычно одно. Это какое-то изменение тикетов. Например, создание или модификация. Или там только создание, только модификация. В этот момент можно что-то сделать. А что, например, можно сделать? Можно проанализировать, что в тикете пишут. Какое у него поле там, допустим, description, поле summary. Можно выполнить какие-то действия в зависимости от того, какая подсистема назначена тикетов. Во многих проектах тикет доводится в конкретном проекте, а внутри проекта могут быть подсистемы. Например, если мы делаем Android-приложение, это может быть подсистема работы с базой данных, подсистема общения с сервером, подсистема, допустим, визуализации. Или это может быть еще что угодно, если какой-то другой проект. То есть, например, это проект обслуживания офиса, который как раз сегодня хочу показать. это могут быть подсистемы водопровод, канализация, состояние здания, частота, например, электричество и компьютерная сеть. То есть, это разные подсистемы одного проекта. Проект в целом это содержание здания, а там есть какие-то еще подкатегории. И, кроме этого, существует вариант создания воркфлоу, срабатывающих по расписанию, правил воркфлоу, срабатывающих по расписанию, когда срабатывает не по событию, а по таймеру. Это тоже бывает очень полезно. Причем таймер можно настраивать довольно хитро. Можно, например, настроить таймер так, чтобы он срабатывал не в какое-то конкретное время суток, не в 10 утра, а так, чтобы он отслеживал, например, состояние, хотя нет, наверное, это лучше делать все равно, время суток просто проверять состояние тикета с точки зрения его приближения к дидлайну. Вот так это обычно делается. То есть, например, можно в 9 утра, что у нас обычно делается, проверять назначенные на человека задачи, и если какая-то из них приближается к дидлайну, то есть там в поле сделать до, стоит там послезавтра вешний день, прислать напоминалочку по e-mail, тут как раз помогает интеграция с почтой. И это то, что, в общем-то, каждый наш разработчик получает утром себе в почте, приходит, получает пачку сообщений о том, что нужно сделать. И это очень хорошо работает в любых проектах, не только в разработке программного обеспечения. Как делать проект с нуля? Вот тут начинается тонкий момент, который я рассчитывал показать прямо на ноутбуке, но сейчас не смогу это сделать, поэтому вам придется напрягать воображение. Значит, представляем себе, как я стою здесь, у меня здесь ноутбук, и я нажимаю в нем кнопки. И рассказываю о том, что для того, чтобы сделать проект с нуля, нужно вначале определить, в чем состоит смысл проекта, какие там есть задачи, кто их будет выполнять, и как происходит собственно выполнение, то есть какие стадии проходят выполнение. И еще важно, что должно быть в заявке, поскольку мы все-таки работаем с инструментом, который ориентирован на работу с заявками, нам нужно, чтобы мы понимали, что в заявке писать. Потому что если человек звонит, допустим, в диспетчерскую аварийную, говорит, вот у меня проблема, у меня, значит, протекает кран. Ему диспетчер задает вопрос, а у меня это где? Номер дома, номер квартиры, какой этаж, есть ли у вас лифт, а что, значит, там у вас с краном, какая марка крана, а что при этом говорят соседи. То есть он задает кучу вопросов, которые нужно как-то. Отлично. Целых пять минут до вопросов. Вот он, значит, все рассказывает это по телефону, а тут ему нужно оформить это в виде веб-энтерфейса, как он сможет все заполнить. Сейчас на слайде у нас изображено весьма обобщенное описание некого проекта под названием обслуживание офиса. Тут рассказано о том, что у нас есть разные задачи. Я тут все написал по-английски, потому что меня просто привычно в своем юзерике это показывать по-английски, из-за того, что приедешь в другую страну, там по-русски не понимают, поэтому приходится везде по-английски писать. Есть разные варианты подсистем, разные варианты приоритетов. Если вдруг что-то из этого непонятно, вы спрашиваете. Я хочу обратить внимание вот на эти части, там, где мы определяем правила. Все эти правила можно запрограммировать. Они будут чуть-чуть по-другому выглядеть, сейчас там будет скриншотик, в котором вы увидите, как именно. Но смысл именно в этом. Мы проверяем состояние какого-нибудь поля, которое должно быть в тикете. И если у нас это условие выполняется, выполняем какое-то действие. Значит, у нас, допустим, подсистема связана с водопроводом, электричеством или состоянием здания. Соответственно, арендодатель назначается ответственным за этот вопрос. Service Provider тот, кому нужно этим тикетом заняться. Разумеется, к этому должна прилагаться какая-то система оповещения ответственных, но это может быть, допустим, просто отправка e-mail из следующего правила. И написано, что если Service Provider от Landlord нужно на адрес админ собака и адрес вашего аддодателя прислать сообщение о проблеме. Аналогично, если у нас система заданная в тикете, в сеть, это отправить заявку, назначить ее с админом, ну и так далее. И пример правила, которое срабатывает по таймеру, это если до дедлайна тикета, соответственно, ищу это обозначение текущего тикета осталось меньше двух дней, то нужно поставить e-mail тому, кто назначен ответственным за этот тикет. Вот тут должно было быть демо, его, пардон, не будет, поэтому примеры того, как это выглядит в реальной жизни, можно посмотреть на Utrex JetBrains.com те из вас, у кого в руках есть ноутбук. Если ноутбука нет, можно посмотреть через смартфон, ну или потом как-нибудь при случае. А вот так, собственно, выглядит интерфейс Workflow Editor. Это инструмент, который позволяет обрабатывать вот эти вот правила, точнее он позволяет просто писать, вы просто пишете правила, вот, собственно, то, что вы видели на предыдущем слайде, здесь запрограммировано в виде правила Workflow. Потом эти правила Workflow загружаются на сервер, и там с ними происходит работа. В следующей версии Utrex мы планируем это интегрировать с... А, нет, я не прав, не в следующий, через одну, наверное, может быть, мы планируем их интегрировать прямо в сам веб-интерфейс, чтобы можно было все эти программки писать в веб-интерфейсе. Хитрость тут состоит в том, что это на самом деле IDE. То есть вы не просто текстовый редактор, где вы это все пишете, а видите, что подчеркнут красненьким, еще что-то сделано. Там есть все подсказки, которые вы привыкли в наших IDE. То есть вы нажимаете Control Enter, вы получаете подсказку в том месте, где вы нажали, что здесь может быть. Поэтому если у вас есть какие-то определенные поля с определенными значениями, вы здесь будете получать подсказки, вам не нужно будет думать, а, как же я там в проекте назвал этих системных администраторов. Вы нажимаете вот здесь вот Control Enter и получаете выпадающий список разных вариантов, среди которых есть объект SysAdmins. Что мы сами делаем с помощью этих правил? Автоматизацию голосования, например, делаем, когда человек, привыкший к социальным сетям, просто пишет в комментарии плюс один, если он хочет проголосовать за то или иное ищем. А у нас там есть отдельная голосовалка, но, скорее всего, ее не было. И для того, чтобы облегчить жизнь пользователям, мы решили, что нажатие на кнопку лайк и указание плюс один в комментарии от одной и той же действия. Соответственно, есть правила, которые анализируют комментарии на наличие плюс один в начале строки. Если оно есть, то автоматически выставляет голос еще один за этот тикет. Потом у нас же международная приличная компания. Мы не можем позволить себе, чтобы у нас в тикете пользователи выражались непристойно. Поэтому там есть фильтр на 438 английских слов, которые нельзя использовать в описании проблемы. Ну, там, на самом деле, английских слов, которые таким образом можно использовать, их меньше, конечно. Там просто много вариантов написания через ноль вместо буквы О и так далее. Кроме этого, можно делать интересные вещи с проектами. Например, бывает, что вы хотите... Это про реальный юзкейс. Мне рассказывали друзья из Deutsche Bank, что у них в проектах бывает так, что когда вы заводите тикет в одном проекте, потому что в другом проекте тоже появился тикет. Может быть, не идентичный, а какой-то, но с указанием, что вот есть такая проблема и она относится к другой проблеме. Это тоже легко делается, когда мой коллега рассказал, что они используют Jira в основном, потому что им такая функциональность нужна. Я сказал так, это же вообще в итоге делается workflow из четырех строчек. Я тут быстренько написал, действительно, можно мгновенно при заведении workflow с определенными параметами, относящимися к определенной системе или с определенными ключевыми словами в описании. Тут же создавать тикет в другом проекте, поскольку Utrek одновременно может работать с большим количеством проектов, что обычно с ним происходит. Ну и, естественно, про напоминалки я уже рассказал, что можно сделать так, чтобы Utrek напоминал о наступлении каких-то событий. Из того, что я еще не рассказал про Utrek, вы можете использовать вики-разметку в описании проблем, если вы хотите сделать описание достаточно красивым и выделить какие-то параметры или там вставить, допустим, куски кода. Есть возможность архивации проектов. Бывает, что вы с проектом уже закончили работать, но вам нужно как-то сделать так, чтобы данные этого проекта не пропали, но и не вылезали при каждом поиске, поскольку в Utrek вы, естественно, как и в любом в актреке можете делать поиск, а поиск в Utrek очень мощный, он вам выдает массу всего, и вы можете результаты поиска устанавливать как контекст и потом пользоваться ими в зависимости от ваших последующих нушек, можете себе сделать разные варианты saved searches, то есть таких контекстов стоит много, и все это может быть вам лишним, если у вас есть проекты, которые устарели, которые вы больше не ведете, то вам не хочется их стирать. Для этого есть архивация проектов. Проект можно очень быстро заархивировать и потом, наверное, разархивировать. Кроме этого, в Utrek есть таймтрекинг, но это как раз скорее всего вы ожидали, потому что функция таймтрекинга есть во многих системах работы с проектами, и вы можете отслеживать через поле estimation, как много времени хотите потратить на проект, и отслеживать, как много времени на проект потрачено на самом деле. Кроме этого, еще нескольких слов заслуживает agile доска, которая, наверное, хороша в основном тем, что она сделана разработчиками для разработчиков. Поскольку команда Utrek сама пользуется методиками agile, они сами используют спринты, сами используют estimation, они точно знают, какие подводные камни на этом пути поджидают разработчиков, поэтому agile доска сделана с таким расчетом. Хороша она тем, что можно сделать неограниченное количество agile досок в одном инстанции Utrek в одну agile доску можно включить сколько угодно проектов, если вам нужно разные проекты видеть на одной доске постоянно. И кроме этого, есть возможность задавать свимлейны по категориям, что позволяет вам довольно гибко подходить к тому, что вы называете свимлейном. Вы можете допустим свимлейны делать по версиям билдов, которые вы собираетесь сделать, иметь свимлейн как номер билда, и можете делать это каким угодно еще способом, в том числе объединяя в одном свимлейне тикеты из разных проектов. По сути дела, почему я здесь сейчас сказал слово тикет, говоря о свимлейнах, потому что agile board Utrek это на самом деле просто другой взгляд на список заявок. Если в списке вы просто видите линейный список, то на agile board вы видите их привязку к состояниям, к времени и так далее. Наверное, все, за исключением того, что в Utrek вы везде можете использовать команды, как в линейном списке, так и в agile board. И если вы, допустим, хотите пофиксить сразу много заявок, выделяете их теми способом, например, клавиатурой и клавишей пробел в списке, говорите, прям вот начинаете набирать команду fix и там допустим fix by указываете имя того, кто сделал fix. Вот. На этом, наверное, все. И уже переходите к вопросам. Да? Вопросы. Спасибо. Тоже два вопроса, наверное, будет. Первый, я немножечко пропустил. Utrek, я знаю, что Utrek существует, ну, как он on-demand в этом джировском понятии. А что ли стендалон, то есть, который можно спокойно себе на сервак поставить и там его крутить? Да, Utrek есть и в облаке, и стендалон. Стендалон бесплатен до 10 пользователей, соответственно, с 25 начинается небольшая денежка. И сюда же, насколько он хорошо настраивается, насколько он требовательен к ресурсам? Ну, про ресурсы я уже говорил, что, в общем, он относительно не требовательен к ресурсам. Вот у меня, например, instance Utrek работает на ноутбуке, в котором 8 гигабайт памяти и 128 гигабайт SSD. То есть, дисковой памяти он относительно не требовательен, это реально зависит только от размера проектов, который у вас есть. То есть, если у вас там много тикетов и они все жирные, то, естественно, нужно рассчитать, чтобы хватило места. К оперативной памяти скорее не очень требовательен. Дело в том, что Utrek это же Java-приложение, поэтому, с одной стороны, вы имеете все проблемы, которые у вас могут быть в любом Java-приложении, со сборкой мусора, относительно много памяти. То есть, скажем, в одном гигабайте, может быть, не стоит его запускать, но если у вас ноутбука с 4 гигабайтами, все будет уже нормально, я вот тебя проверял. Мне просто нужно 8, из-за того, что у меня кроме Utrek там работает Postgres, не связанный с этим, TeamCity и еще парочка таких же штуковин, поэтому лучше, чтобы место было. Еще один вопрос задам. Вот вы сказали, что есть понятие проект и есть понятие подсистема. Под система, она привязана строго к одному проекту или может существовать несколько? Это вообще шикарный вопрос. Дело в том, что подсистема это просто поле. Ну, поле в тикете. Вы можете назвать его как угодно, там подпроект или там подподпроект. И поэтому это поле может быть привязано к любому количеству проектов, а можно, если вам это удобно, например, если у вас однотипные проекты, можно создать набор полей, назвать их бандлом и приделывать каждому проекту автоматически. Например, если у вас есть проекты по разработке программного обеспечения. Допустим, вы делаете его на аутсорсе для тысяч заказчиков. У вас все проекты разные, но у вас поля в них одинаковые. И вы можете заранее сделать так, чтобы у вас всем новым проектам, которые вы заводите, назначались совершенно одинаковые поля в тикетах. У меня есть просто реальный пример. Есть понятие проект, которое начинается, которое заканчивается. Допустим, разработка программы лояльности для какой-то торговой системы. В ней участвует интернет-витрина, в ней участвует личный кабинет пользователя, в ней участвует CRM, в ней участвует еще что-то, система учета и так далее. Это разные вещи, которые иногда практически всегда разрабатываются разными людьми, которые имеют свои версии и так далее. Вот как выйти из этой ситуации? То есть проект включает в себя вот это вот все и другой проект может включать часть из этого или то же самое. Пожалуй, завершающий вопрос на самый главный. Что делать, если у меня есть какие-то подпроекты, которые вообще относятся к разным проектам? Сейчас я подумаю, как это правильнее сделать. Наверное, это можно делать так. Дело в том, что между тикетами можно уставлять отношения связи. То есть есть такой специальный тип поля, условно, relates to, когда можно сказать, что этот тикет связан с вот этим. При этом, когда мы говорим тикет, можно смело сказать, что это может быть тикет типа задачи. У любой задачи может быть сколько угодно подзадачи. Большое количество уровня вложенности. Поэтому мы можем сказать, что у нас существует глобальная задача установления, допустим, ведения какой-то компании. Внутри этой задачи есть какие-то подзадачи, но эти подзадачи могут быть связаны отношениями не только в форме идеи сверху-вниз, но и в некой сетевой форме. То есть когда у нас задача из одного проекта связана с задачами из другого проекта. И тогда это получится. То есть на самом деле как конкретно это для вашего случая сделать я так сходу не соборожу, потому что там сложнее, чем рассказать, но можно нарисовать это и просто решить как это удобно делать. То есть можно это делать через то, что это один проект и просто разные задачи в нем с подзадачами, а можно это оформить как разные проекты. Вопрос такой. Вот вы рассказывали про workflow. Мне не совсем понятно. Это вот у задачи. В каждый конкретный момент времени есть только один исполнитель или несколько. То есть если так, то задача, как я понимаю, workflow более-менее описывается диаграммой состояния. Если несколько, например, отправлено на согласование в несколько отделов и надо собрать все, там, конечно, это диаграммой состояния не описывается, другие нотации. То, что вы показывали, описание workflow, это язык программирования какой-то свой внутренний. Есть ли какое-то графическое представление, потому что программисты-то поймут, а вот общаться с, если, ну, там, вы приводили пример, какой-то район в Санкт-Петербурге и заявки эти, ну, с заказчиком это засада, если нет какой-то графической нотации. Так что два вопроса у задачи, сколько исполнителей и есть ли графическая нотация вов-плоу. Значит, с исполнителями все просто, вы можете для каждого проекта определять свой вариант, то есть можно сделать так, чтобы исполнитель был всегда один, можно, чтобы могло быть несколько. То есть существует возможность для любого проекта определить, что у вас в этом проекте у любой задачи может быть несколько исполнителей. Их не обязательно несколько, но может быть если вы хотите иметь допустим одного ответственного и группу исполнителей, вы просто имеете два поля для каждой задачи. Назначается ответственный и группа, которая занимается исполнением. То есть вы знаете, что вот эти люди в принципе в этом заняты, а спрашивать вот с такого-то человека. А можно назначать допустим просто группу сразу, что не использовать поле ответственное, иметь просто группу исполнителей и все. Или допустим вы знаете, что делает вся группа, а там за все проекты по умолчанию отвечаете вы сами. То есть это действительно зависит от организации. Вот с графическим представлением там ситуация такая. Графического представления встроенного в U-Track нет, поэтому что мы делаем, когда требуется придумать новый проект? Просто команда собирается и решает, как будет проект выглядеть. Как раз то, что я рассказывал на одном из предыдущих слайдов. он решает, что должно быть в заявке в каждой, каким образом распределяется ответственность и кто исполняет заявку, кто может исполнять. Дело в том, что для каждой заявки может быть определено несколько списков. Это список тех людей, которым можно видеть эту заявку. Например, у нас же есть проекты публичные, вы их видите под русский трек в G-Brain.com. А есть проекты внутренние, которые, в принципе, вам видеть незачем, потому что какая разница, с какой скоростью и как именно мы, например, делаем баннеры конференции. Это не очень важно для внешнего мира. Соответственно, они видны только нам внутри. Вы можете для каждого отдельного тикета назначать область видимости. Допустим, если вы в публичном проекте хотите какой-то тикет сделать невидимым по какой-то причине. Мы так обычно не делаем, но мало ли вдруг кому-то нужно. И кроме этого, вы можете, когда вы обсуждаете все в команде, определить, как именно будет проходить заявка по разным состояниям. То есть, в какой момент вы считаете, что начата работа по ней, что должно в этот момент быть написано в тикете и так далее. То есть, это как раз то, что настраивается, это на мой взгляд большое преимущество трека перед другими системами, в том, что вы можете как угодно это настроить, потому что в каждой компании может быть свой бизнес-процесс, в каждом проекте может быть свой бизнес-процесс. Вот. А еще чуть-чуть вопросов. Наверное, да? Вот вы сказали, что у вас agile board уже встроен, а вот какой-нибудь логин для Kanban нет? Или там приоритет когда-нибудь встроен? Ну, в принципе, когда мы говорим, что у нас есть agile board, мы представляем, что ей можно пользоваться для Kanban. Ну, я потом могу уже после вопросов показать, как это выглядит, и мы посмотрим, можно ли к этому приспособить Kanban, точнее, это для Kanban приспособить, но на самом деле требования будут довольно разные. Просто короткая история из другой конференции, которая была в Киеве осенью, там пришел человек, который вообще работает в московском люксофте, и говорит, а вот у нас есть такая задача, нам хочется, чтобы GL доска была вот такая, что мы можем в одном столбце поставить не одну задачу, а две друг над другом. я говорю, окей, в пределах одного свинлейна вот сюда запихнуть две задачи рядышком. Ну, окей, в принципе, технически можно такую штуку сделать, а почему? Ну, у нас тут так выстроен процесс, что нам это важно, и нет таких инструментов, которые мы знали, которые умеют это делать. Самое лучшее это просто клеить бумажки на whiteboard. То есть бывают неожиданные запросы, не все можно сделать, но очень многое технически делается. Я так понимаю, что время наше того, что я не знаю. Спасибо большое, что пришли и задавали вопросы. Я буду очень рад продолжить отвечать на них в кулуарах. Спасибо. А, да, еще кто не заметил, ютрек для университетов бесплатен, поэтому если вдруг вам нужно где-нибудь в университете ему учиться или ему учить, то нужно сказать об этом мне, и он у вас будет. Спасибо.